Здравствуйте! Сегодня на библейском портале Экзегет мы продолжим разговор о исторических книгах Библии. Мы отметили, что первая из этих книг, книга Иисуса Новина, продолжает повествование о том, как Господь дает землю, обетованную еще Аврааму и Моисею, народу своему, как какие-то участки этой земли разделены между поколениями Израиля, и тем самым предначертывается овладение землей не языческими народами, поклонниками демонов, врагами божьими, а начинается возвращение мира Богу. Ведь, заметьте, все Божье, и пространство, и время, и это выражается именно в том, по какому завету должен был бы жить народ Божий. Скажем, каждый седьмой день, каждый седьмой год народ должен посвятить Богу, занимая это время попечением о себе самому. Это, надо сказать, довольно серьезная жертва. Смотрите, каждый седьмой день не о себе, а о Богу. Это получается, что человек трудится, как бы обеспечивая свое существование, но вдруг прерывает это попечение о себе, и предстоит ему, Богу, Творцу. Время Богу принадлежит. Человек завоевывал в эту землю, которую указывает ему Господь, и она становится землей, в которой царь Бог, а не какой-нибудь царь человеческий, и в котором единственный истинный Бог принимает поклонение своего народа. Это поклонение не адресовано какому-то демону, врагу божьему. Это именно возвращение Богу Божьего. Вот что задумано Господом от самого начала истории Израиля. И осуществляется, конечно, участие в этом замысле божественном тех верных, о которых повествуют книги. Вот сегодня мы перейдем к книге судей израилевых. Начинается книга так. По смерти Иисуса, Иисуса Намина, вопрошали сына Израилева Господа, говоря, кто из нас прежде пойдет на Хананеев воевать с ними? И сказал Господь, Иуда пойдет. Вот, я предаю землю в руки Его. Иуда же сказал Симеону, брату своему, войди со мной, жеребий мой, и будем воевать с Хананеями, и я пойду с тобой, и твой жеребий. И пошел с ним Симеон. И пошел Иуда, и предал Господь Хананеев, и ферисеев в руки их, и побили они, одни из них везеки, десять тысяч человек. И так вот это начинается, как бы сказать, не начинается, а продолжается возвращение этих земель, прежде бывших за языческими народами Израилю. Однако, хоть и перечисляются победы над Хананеями, которые жили на горах и на полотенной земле, и на низомных местах, но они перечисляются в этой книге не так, как в книге Иисуса Новина, как такие решительные, быстрые завоевания и истребления народов. Нет, в этих завоеваниях народы, которые уступают место израильтянам, не оказываются истреблены. Вот как в книге Сутик об этом говорится. Когда Израиль пришел к силу, тогда сделал он Хананеев дадниками, но изгнать не изгнал. И Фрем не изгнал Хананеев, живущих в Газере. И жили Хананеи среди них Газере и платили им дань. И Забулон не изгнал жителей Кетрона и жителей Наглола. И жили Хананеи среди их и платили им дань. И Асир не изгнал жителей Ако, которые платили им дань. И жителей Дора, и жителей Седона, и Ахлава. И так, несколько иначе описывается событие завоевания земли Хананских в книге Судей. Но нужды нет, что эта разница так заметна. В книге Иисуса Новина несколько более героическое повествование, в которых важно было внушить действия Бога и его сокрушительную победу над врагами Божьими, как такое героическое событие. Более исторически, может быть, конкретно и повествовательно, это передается в книге Судей. Но важно еще вот что. Книга Судей говорит не только о том, как постепенно распространились иудеи по тем или иным землям, и как им стали платить дань прежние хозяева этой земли, но еще и о том, как в это время народ стал отступать от завета Божьего. И понадобились усилия, какие-то такие решительные усилия так называемых судей, то есть тех, кому доверяло общество израильская организация в своей жизни. И они находили какие-то такие силы в себе и способность мобилизовать народ, чтобы победить, скажем, Гафаниил, освобождает израильтян от Месоботамского царя Хасрусофема, аот от Иго Мавистского царя Иглона, а там Самигар от Филистимлен, судьями, подобно как пророкам, обладевал Дух Господень. Вот как сказано об этом о Гафанииле в 3 главе книги Судей. На нем был Дух Господень, и был он судьей Израилю, и он вышел на войну против Хасрусофема и предал Господь в руки его Хасрусофема, царя Месоботамского. И таким образом, как и Иисуса Новина, так и одного за другим вождей Израиля, которые были судьями, то есть, так сказать, авторитетнейшими вождями народа в это время, ими овладевает Дух Господний. В конечном счете, Бог ведет таким образом народ свой. Вот как ведет вдохновение Божественное, Дух Господень, вдохновленного Богом человека, очень выразительно говорит история Деворы, пророчицы, и другой женщины по имени Иоиль. Это характерно. В то время была судьею Израиля Девора. Пророчица жила, пророчица, жена Лапидофова. Она жила под пальмою, доворенную между Рамою и Вефилем, на горе Ефремовой, и приходили к ней туда сыны Израилева на суд. Девора послала и призвала Варака, сына Айвина Вамова, из Кедеса Нафалимова, и сказала ему, повелевает тебе Господь Бог Израилев, пойди, взойди на гору Фавор и возьми с собой дечитый человек из сынов Нафалимовых, из сынов Тавалоновых, а я приведу к тебе всесару, начальника Иоанвина, и колесницы его, и многолюдные войска его, и предам его в руки твои. И так пророчица указывает некоему Вараку быть предводителем войска, чтобы победить военачальника Иоанвинова Сесару. Варак рабеет и говорит ей, если ты пойдешь со мною, пойду, а если не пойдешь со мною, не пойду, ибо я не знаю дня, в который пошлет Господь ангела со мною. И вот тут Девора несколько, так сказать, снисходительно говорит Вараку и убеждает его, что если он отказывается сам брать на себя эту ответственность, проявить твердых и мужества, как помните, когда-то Господь говорил Иисус Сыновин, только будь тверд и мужествен, будь тверд и мужествен. Тут оказывается тверже и мужественнее этого мужчины Варака, женщины Девора. И говорит ему, но в руки женщины предаст Господь Сесару, дескать, не ты будешь победителем над военачальником Сесарой. И действительно, когда Сесар почувствовал, что его войско терпит поражение, и убежал, и его укрыло у себя некая женщина, Иоиль, которая сказала ему, вот спрячься под этот ковер. Он спрятался. Она пронзила его оружием и выдала это тело врагу. Таким образом, действительно, оказалось, что враг израильтян был побит не вождем, вараком, но женщиной. Но это не было позором для Израиля. Это просто напоминает о том, что Дух Господень действует, где хочет. И если несколько, неуверенность проявил муж, то она, эта уверенность не поколеблется женщине. Как сказала Иоиль вараку, войди, я покажу тебе человека, которого ты ищешь. Он вошел к ней, и вот сесара лежит мертвый, и кол виски его. Вот так развивались события в первое время после Иисуса Новина, когда надо было утвердиться Израилю на своей земле. Был снова потом после тех событий, когда Израиль отступал от Бога, снова был послан Богом верный человек это Гедоон. Помните, как апостол Павел в послании говорит, не достанет мне времени повествовать о Гедооне, о Вараке, о других правенниках. Вот эти вспоминаемые Павлом герои израильской истории как раз в книге Судей. Итак, Гедоон. Этот Гедоон сначала рабеет, и он тоже отказывается от власти над Израилем. Он признается, что только Бог является царем Израилю. Это очень существенно. Господь находит человека, который смирен сам в себе, но при этом мужественен и послушен. Вот Господь говорит ему, я посылаю тебя, Агедоон. Господи, как я спасу Израиля? Вот, и племя моё в колене моносиеном самое бедное, и я в доме отца моего младший. И сказал ему Господь, я буду с тобой, и ты поразишь муабетян, как одного человека. Дальше, как вы, помните, Гедоон просит знамени, и Бог даёт ему знамени о том, что действительно Гедоон может быть уверен в помощи Божьей. когда Господь укрепил Гедоона, и Гедоон поставил жертвенник Богу, чтобы принести ему жертву, то видит, что в победе Бога над врагами народа Божьего побеждён прежде всего Ваал, идол. Поутру встали жители города, и вот жертвенник Ваалов разрушен, и дерево при нём срублено, и второй телец вознесён во всесожжение на новоустроенном жертвеннике, который сворочил Гедоон Богу истинному. И сказали жители города Иоасу, выбеди сына Твоего, он должен умереть за то, что разрушил жертвенник Ваала и срубил дерево, которое было при нём. Иоас сказал всем приступавшим к нему, вам ли вступаться за Ваала, вам ли защищать его, кто вступится за него, тот будет предан смерти в это же утро. Если он Бог, то пусть сам вступится за себя, потому что он разрушил его жертвенник и стали звать с того дня Ирваалом Гедоона, то есть победителем Ваала. Надо сказать, что хранить верность Богу это труднейшее для человека призвание. Отсюда и постоянное отступничество. Так сыновья Гедоона не смогли быть верными ему последователями. И там была жестокая распря между ними и народ жил в беспорядке. Как испытывает Господь верность всегда жертвенно. Вот после этого беспорядочного такого же периода при сыновьях Гедоона выступил некий Иефай, который дал обет Господу, что если Господь предаст в руки Израиля амунитян, то Иефай принесет в жертву Богу первое, что встретит после победы. И тут история, которая, конечно, похожа на некую легенду, подобные истории можно читать и в мифологических сказаниях, но эта история подтверждает как нелегок героический труд ради Бога. Иефай побеждает и первые, кого он встречает после победы, его единственная дочь, не бывшая замужем, и он приносит ее в жертву с ее же и согласием. На короткое время он отпускает ее, как она говорит, оплакать девство свое, а потом приносит ее в жертву. Иефай жертвует не просто своим единственным ребенком, но и возможностью быть предком поколений, которые пошли бы от нее, чтобы было главной честью для человека этого времени иметь многих потомков. Подобным образом среди вот этих героев, которые защищают Израиль, вернее, ведут войну Израиля против окружающих идолопоклонников, в данном случае перед над филистимлями, выступает Самсон, сын некого Маноя. Вот о рождении Самсона сказано довольно интересно. Маноя и женой были бездетны, молились, Господь посылает сына, и они видят ангела, и Маноя устрашается, говорит жене, мы умрем, мы видели Бога. Действительно, в явлении этого ангела Маною и жене богоявление, так сказать, дано. Она нет, не умрем, Господь верен. И действительно, они становятся родителями замечательно крепкого, сильного человека, которого посвящает Богу, он становится Назареем, то есть в знак своего посвящения Богу он не стрижет волос, но, конечно, в чем счете, он попадает в тяжелые, как вы помните, наверное, если читали эту книгу, испытания, в плен связан, ослеплен филистимленами, острижен, и тем самым его сила в нем поругано, но отросли его волосы, к нему возвращается сила, зрение он потерял, он расслеплен, однако находит в себе мужество обрушить храм, в котором он находится вместе с филистименским войском, и оно погребено, и он погребен под этими обломками, таким образом, вот эта жертва Самсона тоже одна из таких жертв, как вот Иефая и Самсон, также принесенных Богу на пути к так сказать, к освобождению земли, обетованной для обитания народа Божьего. Последние главы книги Судей о том, как легко развращается народ в своем самоуправстве. С одной стороны, судьи, то есть вожди, вдохновленные Богом, могли бы и готовы были управлять народом. И народ этот был призван не искать себе никаких господ и царей, но быть под управлением Бога, а волю Божью сообщали бы народу судьи. Но вот такое безначалье в конечном счете нестерпимо оказалось для народа. Он слишком поддался соблазну всех соседних народов, и бессмысленность анархии подтверждает историю Израиля этого периода. Книга оканчивается такими словами. В те дни не было царя у Израиля. Каждый делал то, что ему казалось справедливым. Каждый делал то, что ему казалось справедливым. А между тем, каждый должен был бы знать, что справедливо. Только то, что заповедовал Бог, и заповедь Божия не отменялась. Однако народ еще не был достаточно организован и развит, чтобы жить по завету. Продолжим в следующей беседе. До следующей встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok